смотрите как от каштанов дорога посыпана и машина все посыпаны они уже отцветают но еще пока все красиво на телефоне почему-то получается эти цветы мелко и не так красиво выглядят как на самом деле вот смотрите какой куст огроменный просто и за ним вот еще один какая красота привет улечки с началом новой недели вас еще с летним николаем сегодня праздник правда я видео то есть выложу уже позже так что получается как-то странно когда я вас поздравляю да праздники тоже прошли сейчас была у невролога ездила брать направление к врачу по полям вот я прихожу к ним говорю мне нужно направление к врачу который назначает мне лечение которому как бы я должна теперь постоянно ходить да нет я должна пойти к тому врачу который меня туда изначально направил и взять направление ой майки прям у нас везде цветут уже прям красивые телеграммы в инстаграм поставлю там эти фотографии сегодня немножко с филюшей гуляли пофотографировала так вот короче получается я иду к врачу непонятно зачем беру направление к этому врачу которому у меня вот назначено да вообще бред какой-то это надо специально время но вовремя приехать там посидеть еще подождать пока врач выйдет освободиться ну в общем вот сразу вам нажаловалась зачем просто не понимаю если я наверно понимала я бы не возмущалась потому что я вот заметила некоторые бывают глупые какие-то ситуации если ты их понимаешь то потом как-то вроде уже и ну и ладно а тут получается когда ты не понимаешь думаешь ну бред ну зачем это нужно вот такие вот дела выходные наши длинные закончились было хорошо мы погуляли на озеро с мужем с филюшей ездили потом вчера ходили погулять под дождик попали вообще прям случайно так все хорошо было так было тепло наконец-то не было сильного ветра и мы попали потом в результате под дождик и вернулись назад но мы поели вкусного мороженого мы там пошли показать одно кафе вкусное вот и купили я взяла карамельная и кофейная как было вкусно но там два шарика такое вкусное сочетание это вообще прям мне очень понравилось вот хорошо прям погуляли хоть и намокли а может еще ездили на рынок на этот на блошиный рынок в бон ездили в субботу и воскресенье мы здесь ходили и купили я купила цветы эти гортензия сейчас приеду домой я вам их покажу в общем вот такие вот но все рассказала быстренько и не надо видео было выкладывать тех кто ждал извините так получилось просто постоянно была с кем-то я бы все равно не смогла ничего поснимать и на рынке тоже забываю все время про телефон народу было просто море мне кажется что это из-за погоды что стало тепло и поэтому те кто продают они уже побольше людей приезжает ночи было здорово мне понравилось такие интересные вещи увидели я вот пару фоточек сюда по две фотки там я вам поставлю вот сюда посмотрите ну мелочи конечно но все равно когда такие вещи встречаешь думаешь а есть ли они еще где-нибудь ну просто как-то так вот такие три красотки купила и они разные они вот вот это вот махровая вот это вот уже потемнела немножко это она же вот махровая это такая вот розовая а это вот немножко как бы с таким сиреневым что ли в общем три розовые вот эту конечно я прям жалко что она была одна такая красивая прямо то что краешки вот у нее так а эти вот гортензии голубая и розовая они у меня замерзли я их обрезала смотрите как они хорошо начали расти я думала что уже все они прям нормально и вот свет набрала может еще будет цвести в общем прям вот тут вот надо еще веточка 1 вон там подрезать надо а так все хорошенькие и здесь тоже прям вот маленькая ежевичка тоже прижилась вон прям хорошо растет эти уже цветут вот они это черная ежевика она большая такая и вон там тоже еще черная и вот это вот розовая вот розовая уже начинает потихонечку отцветать а там вон еще большая тоже там крупная такая черная очень вкусная здесь смотрите и весы как их много она не тут прям полосой такой такие красавцы вот у меня два вида я видела такие махровые бывают еще какие-то конечно можно было бы еще сюда подсадить на и просто вот если мне смородина совсем разрастется вот и смородина кстати видите тоже растет хотя ее под корень срезала а вот здесь у меня целый кусок вот тут вот можно же посадить ереса еще но если смородина вырастет наверное будет смысл тут нет сажать тогда она загородит в общем подумай здесь у меня еще пионы вот не распустились хотя здесь солнце больше меня вот два куста вот здесь и вот здесь вот два кустика на розовый оказывается уже вон видите зависть есть она вот самая ранняя раньше всех это плодит и много вот этот вот сорт ну вот не получилось у меня его развести надо будет еще раз пробовать я тут тюль глажу и совсем забыла показать то что я помыла окна окна все чистые это в одной комнате это я погладила помыла вот на втором этаже и вот сейчас я вешаю тюль глажу и сюда вот вешаю пока он влажный и сразу повесить так что так прям хорошо так чистенькой мебель здесь протер у меня подушка сохнет смотрите что вчера купила в этом как его на у меня соседи прям любят поплакать у меня короче вот этот такой горшочек еще от хозяев остался он такой классный симпатичный да и в нем все время цветы погибали вот вчера в икеа у купила этот искусственный цветок и посмотреть как он идеально туда встал он такой прикольный вот и теперь стоит нарядный ботиночек вот учись у фили как правильно нужно помогать на филичка очень правильная помощь это не мешать лег под лавочку чтобы под ногами не мотаться вот такой вот умный пёс пообещала мужу ленивый хачапури рецепт вот этого теста я вот здесь вот сейчас на экране он будет получается вот такой вот консистенции как густая сметана сыра у меня 400 грамм я сейчас попробую его класть чтобы но посмотрю по консистенции как будет нормально или сколько нет или весь положу или может быть часть сейчас посмотрим в общем вот у меня 140 грамм сыра осталось дань потому что мне кажется этого достаточно конечно можно и весь выложить тогда будет сплошной сыр в общем получается если 400 минус 140 то 260 грамм 260 грамм на поль ну тут на то тесто которое вот я там уже написала да вот и теперь нужно выкладывать на разогретую сковородку на растительном масле на не сильно среднем ну ну чем на среднем огне выжать эту обжаривать под крышкой отломил и все краешек разломи побольше вкусно или непонятно вот тянется сырочек вкусно кивает значит вкусно сегодня уже среда я сейчас была у врача по полям и он мне отменил габапентин по одной причине я не знаю стоит ли ее называть он сказал что он такое как первый раз слышат возможно это совпадение поэтому я пока не буду говорить причину по какой отменили в общем сейчас данный момент я не буду принимать не и пригаболин и габапентин ничего в общем чтобы проверить совпадает ли это с лекарствами или это мои какие-то изменения вот в общем короче говоря пока не буду пить ничего в принципе они что габапентин что пригаболин мне по болям все равно не помогали то есть я не знаю смысл вообще этих лекарств да то есть которые не помогают ничего вот но я спросила прям уточнила подробно по поводу магнезиум мне там написали что я купила плохое лекарство потом мне не ответили на мой комментарий на мой вопрос то что как определили плохое это лекарство или неплохое вот мне на это не ответили я спросила у врача хочу вам вот как раз поделиться с вами этой информацией в общем он как сказал от фирмы не зависит он говорит магнезиум он и как бы везде магнезиум единственное что горит это дозировка дозировка бывает очень маленькая для меня 400 миллиграмм он сказал что год один раз в день это мало он мне порекомендовал и вечером тоже его принимать и я сказала что он причем сам не сказал он горит купите вот в таком у нас есть магазины в германии в которых продаются витамины но не не в аптеке а прям вот в таких магазинах да там есть определенные какие-то фирмы которые там есть считаются более хорошие менее хорошие и он сказал говорит вот посмотрите в этом магазине магнезиум стоит намного дешевле чем в аптеке потому что ну я действительно я же вам показывал да по какой цене я купила витамины в аптеке вот в общем я вот сейчас заеду и покажу вам как раз может быть попробую там поснимать господи мне просто нехорошо как-то поснимаю вам сколько стоит в этих магазинчиках вот этот вот магнезиум так вот потом по поводу того что мне еще говорили что нужно что было написано не магнезиум а магниум это наверное в россии в украине потому что в германии он называется только магнезиум вот другого названия у него нет то есть это абсолютно правильно то что я купила и то что вот я это начала пить он говорит попробуйте только увеличить дозировку он горит если вы купите дозировку не 400 миллиграмма бывает там чуть меньше то горит можете сделать например там три раза в день то будет как бы более мягкая по этим по миллиграммам да ну в общем главное что было у меня где-то минимум 600 миллиграмм ладно я это тут я устала мне не хорошо вот смотрите здесь какие цены ну правда здесь 20 таблеток 20 пакетиков я купила 40 пакетиков да здесь 495 это причем 600 миллиграмм магнезиум и 100 миллиграмм еще ну не миллиграмм а чего-то там b12 ты еще плюс b12 вот видите вот такие вот цены год еще тоже 600 миллиграмм витамин b1 витамин b12 вот 485 30 таблеток я тут затеяла хашу рисовую с куриными крылышками потому что если назову это пловом меня там знатоки закидают до чем-нибудь вот короче смотрите просто очень шумит они там я положила крылышки в разогретое масло вот видите тогда они как-то схватываются мне кажется они не знаю вкуснее вот сейчас они немножко обжариваются я в это время порезала лук морковка у меня замороженная морковки тут прям так приличненько у меня лука не так много вот и соль у меня специально это я в турецком магазине сейчас купила вот она уже прям для курицы именно ну как для маринов маринования вот мне она очень нравится на остренькая такая прям пряная обалденный запах и рис сейчас покажу про рис рис я использую вот этот вот молочный он называется или короткий знаете такой вот дробленный я поближе вот сейчас покажу вот вот такой вот маленький рис и нормальный примерно одинаково того и того получается очень вкусно почему-то если смешивать два вида риса так курочка у меня обжарилась я туда добавила лук чуть-чуть пожарила потом добавила морковку и теперь я насыпаю рис вот я насыпала рис выровняла его посыпала соль со специями у меня она смешанная и все теперь это заливаю кипятком высотой примерно ну в общем кипяток должен быть примерно на два пальца выше риса вот так вот я не очень видно туда вот но поверьте мне на слово вот видите насколько ложка погружается до этого до риса этого достаточно лишнего тоже не нужно в общем теперь нужно убавить на маленький огонь тушить 20 минут так надо закрыть в общем тушится это 20 минут потом перемешивается и тушится еще минут десять и все будет готово так вот у меня прошло 20 минут ведь он никак увеличился и вся вода впиталась теперь я вот поставила таймер еще на 10 минут сейчас перемешиваю и он мне 10 минут доходит и все готово да и забыла показать то что он рассыпчатый видите то есть ничего не слиплось а то мне скажут то что вот я там действительно кашу сварила да никакая это не каша это реально плов очень вкусный просто с курицей и без томатной пасты он именно вот за счет морковки вот такой но телефон цвет не передает но он достаточно такой не знаю как показать то он желтенький ну и к плову но в смысле каши с курицей я делаю вот такой салат я не знаю мне вот прям обожаю лук обычный можно этот красный лук сюда тоже хорошо идет помидоры заправляю майонезом и вот можно добавить вот такую вот томаты моцарелла вот соль немножко я все равно присаливаю мне как-то недостаточно вот соль но со солености от майонеза я все равно добавляю соль и вот такая вот она тут со специями очень вкусненько что-то я устала и забыла совсем записать окончание видео мы только что вы пришли зашли домой сижу и расслабилась на диванчике а думаю а должочек то остался в общем желаю вам всем всего самого доброго и чтобы все у вас было хорошо